С момента появления новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей прошло всего чуть больше года. Впрочем, несмотря на многоступенчатую систему защиты, мошенники уже научились их подделывать. За 2018 в Ивановской области выявили три фальшивых двухтысячных купюры. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, Центробанки рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не стоит разменивать деньги в сомнительных местах. Во-вторых, пересчитывать сдачу в торговых точках следует, как говорится, не отходя от касс. Если говорить о статистике, то в 2018 году поддельных банкнот было выявлено в количестве 180 штук в банковском секторе Ивановской области. Что касается номиналов подделок, то абсолютное большинство, практически 65%, занимают банкноты номиналом 5000 рублей. Что вполне естественно, наверное. Их выявлено 118 штук. Как уверяют эксперты, отличить фальшивку от оригинальной купюры довольно легко. Печать настоящих денег – процесс невероятно сложный и трудоемкий. В кустарных условиях воспроизвести его практически невозможно. Из-за того, что большинство подделок выполняются на простом ксероксе, защитных элементов на них нет. Если к вам в руки попала сомнительная банкнота, в первую очередь стоит сравнить ее с другими купюрами такого же номинала. Хотелось бы сказать, также обратить внимание на четкость изображения, которые на банкноте. И обращайте внимание на такие признаки, как, допустим, стертость изображения. И, как правило, банкноты, которые выполняются на копировальной множительной технике, они обычно имеют, если выполнены с помощью цветной электрофотографии, то они имеют свойство осыпаемости красителя. Что же касается банкноты номиналом в 2000, то есть ряд признаков, которые позволят подтвердить ее подлинность. Сначала стоит обратить внимание на особенности бумаги. Число 2000 имеет повышенный рельеф. Если посмотреть на купюру на просвет, то на защитной металлизированной нити появится аббревиатура ЦБРФ. При покачивании банкноты ряд графических элементов начнет переливаться разными цветами. Во-первых, качество бумаги. Во-вторых, это сетчатая структура бумаги. Ну и остальные признаки. Это очень усовершенствованный признак на 2000-х банкнотах оптической переменной краски в виде стилизованного изображения Солнца с движущимся кольцом по этому стилизованному изображению. Кроме того, распознать фальшивку поможет специальное мобильное приложение. Называется оно «Банкноты Банка России». В нем собраны все образцы, выпущенные с 1997 года. Можно выбрать любую интересующую банкноту и ознакомиться с индивидуальными защитными признаками. Кроме того, с помощью камеры смартфона возможно отсканировать свою купюру и определить номинал и год выпуска. Данное приложение не определяет признаки банкнот. Ты это сможешь сделать самостоятельно, без использования специализированного оборудования, именно с подсказками данного приложения. Приложение рассказывает о четырех типах признаков. Это когда на просвет определяем, когда мы определяем при изменении угла наклона, когда мы при увеличении, а также на ощупь смотрим банкноту. С помощью приложения можно быстро определить подлинность той или иной купюры, вызывающей подозрения. Если к вам все-таки попала фальшивая банкнота, стоит немедленно обратиться в полицию и сообщить об этом. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.